Собственно, я что хотел от вас? Я хотел от вас, чтобы вы спокойно, не торопливо походили вокруг стола и выбрали одну картинку, которая вам нравится или привлекает вас больше других. Какие-то картинки у меня есть во втором экземпляре, и поэтому какие-то здесь, ну, в смысле, если вам что-то не хватит, вдруг вы можете мне сказать. Ну да, то есть вы свободно походите вокруг стола и посмотрите, выберите одну картинку, которая вам нравится, или которая вас интересует, или привлекает. Есть психиатры, которые, коллеги, которые будут меня слушать с интересом, а есть коллеги, которые будут говорить, ну, начиная редко, начиная от того, что я сумасшедший и что всем этим занимаюсь, и кончая тем, что они просто не будут меня слушать, потому что им все понятно. Хотя на самом деле это далеко не так. И где-нибудь на кухне, за рюмкой водки, они в этом признаются. Но не публично, ни вслух, и не мне. Как бы это нормальная человеческая двойственность. Все мы хотим понять, наверное, если мы все-таки приходим сюда, ну, или куда-нибудь еще, для того, чтобы меняться, развиваться, расширяться, то всегда это вечный вопрос. С чего начать? Поэтому я предлагаю вам сегодня начало. Ну, начало. Как бы вы выбрали какие-то картинки, более или менее хаотично, но выбрали. Эти картинки, как любой тест, достаточно точно характеризуют огромное количество ваших качеств. я могу, наверное, по выбранным вами картинкам очень многое про вас рассказать. Но я даже не смотрел особо и не буду. И рассказы по картинкам тоже от вас не попрошу. Я вас попрошу, чтобы вы эти картинки изменили. А именно, лучше руками. Я на всякий случай положил ножницы, потому что, в общем, ну, правда, на всякий случай. Вообще, я предлагаю сделать это руками. Я предлагаю вам эту картинку порвать и сложить по-другому так, как вам бы захотелось ее сложить. Ее можно порезать на мелкие кусочки, можно переставить частями. Вот на столе есть клей, у вас есть бумажки, вы можете эти части приклеить. Вы можете карандашами эту картинку дорисовать. Вы можете все, что угодно. Но это не просто картинки раскраски. Я вот это к чему. Порвать каким-то, я бы хотел, чтобы вы работали сами с собой. Порвать каким-то специфическим образом, можно случайным. чтобы вы потом попытались из этого сложить новую картинку. Ну, в некотором смысле, а мне не хочется рвать, будет автоматически означать, что вы сюда ходите просто так. И как бы в целом считаете, что вы все про себя знаете, ничего в себе менять не хотите. Я в этом смысле просто так. Как бы... А вот потом, по результатам этого самого эксперимента, мы с вами и поговорим. Как бы... Еще раз. Есть несколько ножниц. Можно их передавать друг другу. Ради бога, не режьтесь. Лучше рекомендую рвать руками. Получается интереснее, потому что линия неровная. Как бы вдруг... Какие-то вот как в комке бумаги, который летал. Вдруг выясняются какие-то детали в самом разрыве. Можно же рвать аккуратненько. Ну, как-то я последнее время замечаю, что основа основ детского воспитания переводные картинки и картинки раскраски, которые я практически вам сегодня распечатал. все меньше и меньше выпускаются, все меньше и меньше пользуются спросом. И, увы, так как все равно не каждый ребенок с удовольствием рисует, обойтись без них в общем почти невозможно. поэтому такой общий призыв дайте детям будущее. Потому что на самом деле в этом есть, конечно, какой-то я надеюсь, вы это чувствуете, совершенно детский кайф. Как я говорил, любое групповое занятие это регресс. это главное открытие Фрейда по отношению к групповым занятиям. Это всегда детские игры на лужайке. Но мы можем, конечно, потом о чем-нибудь поговорить, но на самом деле самый правильный анализ таких картинок, поскольку вы их клеите не для меня, а для себя. Самый правильный анализ таких картинок это то, что про них подумаете вы. А я могу дать только самые общие ориентиры. и это вообще просто способность думать и размышлять о себе. Как это могу я это делаю описать опять же только в самых не знаю чем стереть. в самых общих чертах. Вместе будем вспоминать. рисующее. Рисующее. Так. Что-то рисует. главный человеческий символ это крест. с него с него все начинается и к нему все восходит. Она же декартовая система координат. Первый вопрос куда в основном вы меняете картинку? по горизонтали вы ее расширяете да? Или хотите расширить или по вертикали. что означает вертикаль? А? Ну вертикаль в общем всегда означает некоторую духовность. Правда? и если вы хотите наращивать картинку вверх вам сейчас наверное не хватает чего-то что вы традиционно относите к области духовности. Поэзии театра церкви религии просто веры в кого-нибудь или во что-нибудь возможно вы находитесь в ситуации какого-то внутреннего кризиса обусловленного тем что не во что верить да и как бы я имею ввиду сейчас очень широкую плоскость говоря слово вера я имею ввиду все что угодно ну вам нужны стихи алхимия юнгянский анализ если вы расширяете картинку по горизонтали то что это значит ну это значит что в общем как бы духовности у вас достаточно а материальный аспект хромает пора заземляться чтобы не улететь точно как бы или пора возвращаться к реальности или пора как-то с ней взаимодействовать с этой реальностью если вы рвете картинку на квадраты это это что значит хорошо это схема это означает сейчас сейчас если вы рвете картину на квадраты то это означает что вам чем мешает или помогает правильность то вы возможно перфекционист хотите быть во всем правильным но так как к сожалению величайшему правилу на все случаи жизни не существует то это иногда очень сильно мешает ну например правила несомненно и сильно мешают личной жизни правда вот принципиальным мужчинам и женщинам всегда достаточно сложно с парой потому что второй человек очень часто не хочет принимать правила игры поэтому если вы из правильных квадратов прямоугольников ромбов не знаю из каких-то более или менее правильных фигур вообще если вас сильно тянет к ножницам клеите потом картинку ну давайте скажем так волнистую с плавными изгибами то есть пытаетесь из прямых линий в общем так или иначе сделать кривые то это значит что вы это в общем понимаете но только пока это не дошло до грани сознания и вам нужно в строгом смысле этого слова учиться играть чем мы здесь в последнее время и занимаемся правда обсуждаем именно это а если вы главным образом раскрашиваете картину что это значит ну ладно вам чё очень часто это в действительности форма страха вам не хватает эмоций но вы готовы яркости ощущений детскости всё той же игры но вы в общем по сути очень боитесь ну как бы начать получать это в реальности почему не почему потому что как бы что не вышло из первичного страха о котором здесь говорилось и лекции есть в интернете как бы если вы вообще ничего не способны склеить ну вот ну вот все остальные способны а я не способен что это значит что-то не сформулировалось одно из двух это довольно часто бывает одно из двух собственно говоря либо я вот это та самая ситуация когда это глупость какая-то я сама про себя все знаю и вообще не надо мне тут либо ну я так и чувствую свою жизнь порванной на куски как правило после какого-то события и не очень могу пока себя склеить но очень нуждаюсь в этом на самом деле возможно мне нужно остаться одному мне нужно больше времени мне нужно где-то ну не публично это все для себя проклеить может быть даже не на основании этих рисунков потому что в вашей личной игре нет же выбора из двух десятков картинок да а есть выбор из миллионов каких хотите иногда ну в строгом смысле этого слова эти картинки в большинстве своем это тоже классика жанра графического у нас его просто мало знают но на самом деле иногда для того чтобы что-то про себя понять лучше купить там найти старый календарь валяющийся в углу купить постер с какой-нибудь близкой вам картинкой классики например с тремя богатырями там я это формально говорю вот принципиально заперевшись в одиночестве подрать эту классику на куски и попробовать из нее склеить что-то свое для того чтобы из некоторой смотрите из некоторого окончательного отношения к себе перейти к неокончательному да и в этом смысле культурологические стандарты вот это великая картина как бы мы мало задумываемся о том почему же все-таки Иван Грозный на картине Репина убивает собственного сына многие даже не знают почему это произошло что там собственно такое что за история вот но все знают что это великая картина да как бы многим хочется поубивать нафиг собственных детей и тогда полезно взять картину Иван Грозный убивает своего сына порвать ее на куски и поклеить что-нибудь потому что очень часто наши переживания и эмоции это не наши переживания и эмоции они вызваны привычными картинками школьной хрестоматии ну тут просто надо это спокойно полазить по этим картинкам а метод вот вы уже знаете что еще давайте вспоминать ваша картинка стремится вправо вверх что это значит поднимите глаза вправо вверх что мы так делаем мечтаем то что у нас улетает вправо вверх это в основном мечтание такие картинки клеют клеют мечтатели если мы поднимаем глаза влево вверх это каналы доступа то есть каналы доступа в нлп если мы поднимаем глаза влево вверх то что мы делаем в таком положении глаз думаем думаем вспоминаем думаем но скорее мне кажется наиболее общее решаем какую-то проблему совершенно не важно из какой области эта проблема нас гнетет из прошлого настоящего или из будущего но картинка уходящая влево вверх я по своей дурой дурости накопил накопило такое количество проблем что мне надо их решать что мы делаем когда смотрим влево вниз это универсальное правило влево вниз вообще низ это что такое ну мы только в прошлый раз об этом говорили главное самые главные общие принципы ну если вверх это дух то низ несомненно тело да и ноги самая сексуальная часть тела женщины и они ловко нами манипулируют с помощью этой части тела вот а мужчины в это время играют в футбол как бы я хочу поэтому это самая популярная игра я хочу сказать что потому что это грандиозная модель оргазма куча здоровых мужиков с волосатыми ногами забивает сперматозоид ворота бешено конкурируя друг с другом за это в момент гола раздается стон который ну вот ни о чем другом кроме оргазма собственно говорить и не может и зря вы ржете я думаю что это именно так именно поэтому футбол смотрят миллионы но не я и поэтому я вот не помню уже как это делается видите я честно вам признался вот мне надо начать смотреть футбол все будет хорошо как бы все что связано если вы строите картинку вниз сэр вам как-то еще не хватает женской ласки и вообще вы испытываете какой-то телесный дискомфорт и сейчас и как на протяжении какого-то времени как бы когда мы смотрим вниз когда мы тупим взор это что значит люди у всех смущение стыд стеснение если мы смотрим влево вниз то мы картинка она ровно вот так перед нами если мы смотрим влево вниз и наращиваем туда картинку то мы стесняемся какой-то грех неправильный поступок беспокоит нас если мы строим картинку вправо вниз то мы смущаемся то бишь мы боимся что кто-то я например что-то про нас узнает и поэтому да это именно это смущение ну что-то такое кто-то посторонний или чужой в нас увидит что-то такое чего мы стесняемся в строгом смысле этого слова наращивание картинки прямо вниз ну на самом деле очень грубо но также сместив по полю зрения чуть-чуть вверх центр картинки можно рассматривать ну центр должен быть на линии горизонта картиной также можно думать ну думать предполагать когда вы рассматриваете картину художника как бы конечно это весьма и весьма условная система координат потому что есть люди со склонностью к левшеству и тогда эта ситуация будет меняться сдвигаться в общем наверное верным будет только вот это вот эти самые принципы вертикали горизонтали и больше большей концентрации влево в логике а вправо эмоций что означает ну я таких вообще не вижу на самом деле картинок но в общем бывает еще так что люди оставляют только в середине да какой-то фрагмент или грудят в центру что это значит как вы думаете эгоцентризм эгоцентризм в субъективных переживаниях человека не бывает на самом деле эгоцентризма не бывает так что я эгоцентрик нет такого чувства это оценка да со стороны другого я в этот момент если меня себя считают эгоцентриком чувствую себя как ну одиноко если я эгоцентрик я отгораживаюсь от мира и поэтому если у меня у меня билибина картинка русалка тоже его картинка плотно уходит к центру да с большими полями то полями этими я естественно отгораживаюсь от других потому что они меня не ценят не любят не понимают они могут считать меня эгоцентриком но это не обязательно во первых так а во вторых я так не чувствую я бы всей душой но я не могу я одинок да вот я примерно в тридцатые годы билибин отрисовал в париже и поэтому это конечно он этого не рисовал и конечно это рисунки детским сказкам если захотеть в них можно увидеть ностальгию одиночество какую-то боль ну он сейчас только сейчас потихоньку начинают конечно гениальный был художник русский как-то как-то об этом говорить только сейчас буквально уже в десятые годы начали потому что я думаю что сейчас даже никто и не вспомнит кто такой билибин знаменитые все наверное видели какие-то куски его детских сказок девятисотых годов издательство госзнак только царского госзнак переиздавали нет они их позже переиздавали я имею ввиду что многие видели эти картинки потому что они классические все что было позже в общем мало кто знает я сейчас это вообще между прочим так это просто параллельно кстати это между прочим было то место в котором мне всегда это очень интересно изучать потому что это было то место в котором русские художники всегда чувствовали себя свободно детская книга единственная русская публикация Хармса то есть прижизненная как бы ну в общем и так далее и тому подобное такая отдельная история поскольку модерн у нас никогда не одобрялся то любые годы неодобрения его было полным полно в детских книжках волосовки тоже издался в детгизе ну конечно да и тоже практически единственное да потому что вот ну и обращали меньше внимания на детскую литературу поэтому там на самом деле столько в детских этих книжках загадочных интересных посланий которые художники не могли произнести и произвести как ваши послания которые над которыми я надеюсь вы еще будете думать и работать и что еще какие еще есть варианты такого рода работ принципиальная вот я вижу у дамы принципиальное расширение рамок ну как бы неважно берется картина в рамке принципиально в рамке эта рамка расставляется и это именно конкретное такое очень желание расширить свои рамки они значит воспринимаются как обуза как ограничитель и очень интересно анализировать что же там в этих рамках появляется внутри нового вот и вы очень удивитесь но по большому счету это все господа видите какие удобные иногда бывают занятия это не потому что я вас прогоняю нет я потому что дальше вы можете меня спрашивать или например рассказать что вы чувствовали как вам процесс ну потому что понимаете какая штука вот то что я сейчас вам рассказываю это средство самопознания и способ понять себя понять в какую сторону вы хотите изменений и хотите ли вы их вообще потому что ну не делает ничего человек его все устраивает а вот интересно вот Маргарита дай мне картинку я не буду маргарита сделала нам не менее красиво если она разрешит мы всем покажем но я про то что это что значит ну я вы наверное про детали а я про заполнение пространства давайте и проанализируем вместе чего вот картинка да это взаимоотношения я имею ввиду давайте воспользуемся во-первых способы я имею ввиду вот эту вот вот эту банальную то есть координат способы заполнения пространства вот они о чем говорят ну да во-первых это сейчас на данный момент маргарита куда более материально чем вот у нее есть какие-то потребности медитации религии духовных откровениях и поэзии это просто направление что еще ну вы уже должны помнить вы же все видели это вот пара которая сидела на берегу моря она их разлучила но я сейчас я вообще в принципе не про не про это поскольку ну тут конечно есть какие-то личные переживания маргариты но я пас ну в смысле понимаете это нехорошо если она меня попросит и скажет Александр Геннадьевич проконсультируйте меня что у меня получилось вот я хочу сказать что смотрите очень плотно заполнено пространство да что это значит как вы думаете как мы можем знать про степень насыщенности маргариты жизни событиями вот про эмоции точно можно говорить да я имею ввиду что жизнь очень маргарита человек очень впечатлительный и очень эмоциональный переполненный переполненный этими эмоциями и того и гляди они выплеснутся куда-нибудь через последний клапан как писал Ленин я я не знаю где этот клапан ну вот нет это сюрреалисты маргарита они маргарита сюрреалист что еще ну взгляд ее куда где где у нее центр композиции как вы думаете свечка свеча 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 да ну я бы сказал что все-таки центр центр для меня опять это должна маргарита анализировать уходит вот сюда во взаимоотношения правда с мужчиной женщиной как бы ну кто знает может она сюда прибежала переполненная этими взаимоотношениями там я не знаю плохими хорошими я в данном случае про то что это для меня все-таки вот центр композиции вот который читается для меня типа того ну что ж ты делаешь милый там дальше возможно со мной и так далее и так далее потому что милые мы все мы все время делаем что-нибудь не то понятное дело то есть это в общем да и еще раз вот прикладываем значит с моей точки зрения вот там правда центр композиции да значит ее волнует как раз не даже не переполненность чувств какие-то вполне конкретные проблемы от которых она с трудом избавляет да как бы я бы сказал что наоборот совсем что касается самочувствия и телесного аспекта все хорошо и спокойно маргарита у нас женщина удовлетворенная потому что как раз именно потому что правда свет у нее где-то здесь ну можно там я там там можно конечно можно ну за что что ты ржешь вот можно конечно придираться и говорить что нет он сдвинул чуть влево накладывая ну это на самом деле в общем-то даже и смешно вот как бы ну это замечательно потому что свет с левого внизу ну как бы ну я чуть-чуть стесняюсь вам в этом признаваться вот у меня все хорошо но я стесняюсь ну что означает отрезанная женская голова справа внизу ну есть конечно я думаю что здоровая ревность В смысле, вот эти термины смущения и стеснения, они вещепохожие, просто надо это продумывать. Маргарита, видимо, человек ревнивый. Она отняла у мужика одну даму, которая была на картинке, и приставила к нему другую, которая лучшая. Она изначально была с утюгом. Причем утюгом этим, обратите внимание, утюгом этим она гладила. Одна белье. Она была вполне такая, нет, она скорее была такая заботливая. Она, правда, заботливая была в стиле 20-х годов, но все равно. В стиле Митрохина как раз. Слушай, нитки и ножницы. Да, да, да. Ну, нитки и ножницы ты оставила. Почему-то. Ты, наверное, не любишь шить. А может, любишь. Но, во всяком случае, да, почему я об этом говорю? Потому что... Маргарита ревнивая, но скрывает это. Да? Ну, как бы она так вот это вот считает, что это неправильно. Стесняется своей ревности. Ну, вот, наверное, да, самое главное. Я просто предлагаю вам точно так же, вот, пристанить своей картинке и подумать. То, чего почувствовал. Ну... Интересно очень. Ну... Как ты так весел? Как ты от себя нарвешь-то? А... Конечно, конечно. Ну, представляете себе. Я сейчас выступаю в роли, как сказал бы Фрейд, кастрирующего отца. Я грозно там распределяю справа в углу, слева внизу. Вот. Я хочу, чтобы вы понимали, что все это игра и относительная чушь. Самое главное... Нет. И это просто... Ну, какой-то способ взглянуть на себя с такой неожиданной точки зрения. Не мой способ, а ваш. Я хочу, чтобы вы для себя поняли самое главное. Что вы изобразили? Ну, мы всегда свои проблемы, в принципе, изображаем. Да. Но... Мы всегда ведь изображаем это изображение не просто своих проблем. Это не психологический тест. Способ разрешения? Это способ их разрешения. Это то, чего вам не хватает. Желаю вам. А, вот это то, чего вы начали, завершенность. Стремление к завершенности. Наоборот. 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 Каждый из вас пришел сюда в некотором смысле с завершенным. И неизвестно зачем. Зря-зря вы так говорите. Потому что, ну, вот, это такая форма, такой род психологической защиты, как скажет психолог. Кокетство, как скажу я. Не очень, не очень. На самом деле, поди это не очень, не очень, ковырни. Вы мне сразу скажете, что это ты в душу лезешь. Если я начну ковырять за ваши привычки, за то, что вы считаете правильным и неправильным, полезным, вредным. Каждый. Ведь проблема вот в чем. Вот смотрите. Попробую как-то это, может, сегодня по радио сформулировать. Не знаю, удастся ли. Хотел я сказать, что любая абсолютная идея, точно так же, как любая уверенность в себе, она имеет тенденцию доходить до абсурда и начинать сама себя разрушать. Ну, как вам сказать, ну, вот, идеи Ленина, как это, истинны, потому что они верны. Или там, верны, потому что они истинны. Я уж не помню, как это точно. Это система некоторых, якобы, окончательных идей, если учесть, что даже капитал, я уж не говорю обо всем Марксе, никогда не прочел никто из советского руководства. Целиком, от корки до корки, с карандашом. Оба тома, да. Как бы эта идея сама по себе неважна, не собираюсь ее анализировать, но она довела до страшных грехов и, в общем-то, всего того, в чем мы сейчас живем. Правда? Да. Но, чем более того, это, как вам сказать, в некотором смысле православная идея, вот эта идея Третьего Рима, фактически, это ведь она довела Ивана Грозного до опричнины. Это просто предел, максимум этой идеи. Он в голову в Византии не приходил, надо сказать. Чисто русский вариант. Вот. Да? А все равно, понимая все это, все это, неоднократно пережив и в истории, и в учебниках, да, то вот у нас некая абсолютная идея, то после нее какой-то просто невероятный капец. и мы все равно ходим и кричим дайте нам русскую идею. Обсуждаем на полном серьезе. Ну, да, это Салтыков-Щедрин, история города глупого. Надо почитать, советую. Как бы одна идея на всех. Мы все время ищем чего-то окончательного. И все наши тупики в жизни, они возникают исключительно из этой окончательности. вот я решил, я буду такой и такой, или я там такая и такая. Это доводит ровно до того, где мы оказались. Неважно, это где мы оказались. Мы оказались в психбольнице, в тюрьме или на собрании психотерапевтической группы. Что мне нужно, чтобы разомкнуться? Что мне нужно, чтобы выбраться из окончательности? Я беру окончательную картинку, хорошим художником нарисованную, сбалансированную, окончательную, она вот уже вот у нас стала. И из песни слов не выкидешь. Рву ее на части, склеиваю, как мне нравится и думаю. Что же я склеил-то? Куда я хочу? Можно, Наташ, твою картинку? Это просто старые жертвы. А в чем картинка? Дом по-моему в центре. Ну, дом по-моему в центре. Прямо в самом центре. Ну, об одиночестве, да, конечно, несомненно. Ну, да, это это мечта любви. Ну, чего там, да, я не не про детали. Ну, вот два дерева и дом. Вот, мы с тобой два дерева у одной реки, да, прям, вот я почему хватаю Наташу на картинку, да? Как бы, ну и... А может быть, я постараюсь их цикла, ответьте вас от меня. Да. Делаю вам домик деревни. Ну, я так не думаю, потому что... Ну, расцвеченные деревья зеленые, солнышко. Ну, да, да, да. Ну, значит, не хватает яркости. Не хватает яркости. Чего ты, аешь? Недостаток на эмоции, так и энергичность. Вот, да. Одиночество, недостаток яркости, переживаний. Приключений и... Самое главное, чего не достает? Ну, отдаться какому-то течению жизни, да? Ну, как бы не перестать стать потоком водой из... Там, по-моему, никакой реки не было на картинке, а это такая зимняя картинка, просто два дей... А? Была. Была. Это говорит о том, что в постарали тоже есть своя доля правды. Ну, боится изменений, Наташа. берет она картинку, как тест, который выражает ее эмоции. И фактически просто ее расцвечивает. Боится, как бы Александр Геннадьевич что-нибудь такое не красилка. тем не менее, все равно не хватает яркости, все равно не хватает изменений, все равно одиночества, поэтому, конечно, одинокую картинку и выбирает. все равно вот этой правду телесной, сексуальной, чувственной. Реки не хватает. Не умеет себе позволять человек телесные всякие разные удовольствия и радости. Я не про секс. Я не знаю. Да? Я про и в общем это понимает. Но картинку переклеивает. Фиг вам, Александр Геннадьевич, я окончательно меняться не собираюсь. Вот такая я и буду. Все? Нет, но картинка была не такая. Мне было неудобно то, что положение вот этого дома мне казалось как-нибудь неуютно, то, что он был слева. мне хотелось какого-то такого центра. Одиночество? Да. Наоборот, кажется, как это так и неудобно. Приземлемо. Очень симпатично. Она же пытается обвинуться тем, кому каждый день. Да. Она как бы пытается бороться с этим чувством. Оправдывать его. Защищать. и не меняться. Хотя понимает, что в общем... коммуникации типа тропинки есть к реке. Да. Ну, конечно, есть. Это же не... Мы же не правы. тучки какие-то с разумного, правда? С разумного. Да, дума омрачают пейзаж. И заставляют меня думать, что понимает человек, осознает. Но все равно меняться не хочет. А почему мандала? После последнего занятое, что ли? Я же не хотела мандала. У меня как бы... Я не вижу отсюда. Дайте мне... А я... Не боюсь. Можно все говорить. А я... Чего? Ну... Ну... Чего я стежу? Ой, я боюсь. Да? Конечно. Столько неизрасходованной страсти. Ужасть просто. Да. Точно рванет. Ну, вот это мандала. Это что? Почему? А? Что она значит? Ну, что она значит? После прошлого занятия. Ну, это тоже значит... Вот... Я... Мне нравится это. Просто потрясающе. Вот просто потрясающе. Тут она полезла в конспект. Что это значит? Какого-то занятия. Так. Я... На самом деле пытаюсь, чтобы занятия были... Ну, как бы эмоционально понятны. Не словесно чего-то запоминалось. Потому что это вот... В любом там... Вот эту схему... Куда? Вправо? Влево? Что значит? В любом учебнике, на самом деле, практической психологии, НЛП, в любом можно найти. То есть, это настолько не проблема, что вы найдете в интернете за две секунды. Важно, чтобы вы это на себе почувствовали. Ну, что? Ну, надо мне говорить, с чего я это беру. Ну, мандала, она может и мандала, но... В ней... Страстная любовь, самая главная. Потому что глаза горят, губы просто... Все в засосах. В общем, ну... Ну, стыдно, конечно. Стыдно, конечно. Видите, какая... Как ноги оторваны от тела и выделены. Влево, вниз. Это... Ну, в общем, от чего стесняться? Ну, острое сексуальное желание. Как бы... Что, реализовывать его надо? Да, они это... Вот. Кончать боятся мужчины. Они тоже живые. У них тоже... Вот. Ну, вот. Так что... А что, что, мандала? Мандала – это то, на чем сосредоточены мысли. То, что в центре. Да, и то, чего совершенно явно не достает. А еще, судя по тому, что тут какие-то похожие... Обрезки, они чем-то мне напоминают Кремль. Ну, в общем, башни, набережные. Тут это очень четко можно по этой схеме анализировать. Не буду. Ну, в общем, значимости не хватает. Правда? Потому что башня... Ну, какой-то человеческой значимости. Да? Есть чувство какой-то униженности собственной. Да? И поэтому... Видите? Значимости не хватает какой? Эмоциональной. А как раз на неком, ну, я бы сказал, таком социальном фронте. Ну, то есть, там, набережная, красиво гулять. Я так это чувствую. Ну, все нормально. А вот какого-то чувства собственной значимости в жизни, женской, возможно, возможно. Очень не хватает. Вот. И поэтому хочется, правда, не подняться. Вот лестница. И ведет она от секса. Ну, и все, по большому счету. Да, это главное. И это... Просто я все равно не должен этого делать. Держите. Это нехорошо с моей стороны. Нахорошо с моей стороны.